На данный момент уже 168 переселенцев покинули Сергеевку и переехали в одесский санаторий Куяльник. Связано это с тем, что из-за коммунальных долгов в Сергеевских санаториях Сенетатия, Плай и Спиранца вот-вот отключат подачу электроэнергии. Так что теперь переселенцы должны будут из своего кармана оплачивать коммунальные услуги. Вопрос, где и как люди будут зимовать, тоже не решен. Там тоже ограниченное количество мест, поэтому скорее всего, если не будут готовы тузлы и радостные туда, куда планировалось переселить остальных переселенцев, скорее всего, что зимовать им придется в Сергеевке. Хотя областная государственная администрация дает информацию о том, что постепенно переселение это будет. Была там и Мария Гайдар, были волонтеры, то есть процесс как-то запустили, сейчас он несколько приостановился, поэтому нам надо быть готовы к тому, что в принципе мы продолжим работу с людьми. Те люди, что остались, продолжают проживать в трех санаториях Сергеевки. Их сейчас 530 человек, из которых 102 ребенка. Теперь только за питание они должны будут заплатить около 70 гривен в день, плюс оплата за проживание и другие расходы. Некоторые из них очень недовольны сложившейся ситуацией. Они пишут жалобы и звонят на горячую правительственную линию по поводу восстановления бесплатного проживания и питания. Есть завернение опять же с спиранцией. Заявитель утверждает о том, что от них требуют, сплачивают 10 гривен в день на хардклайн. Ну, такая тенденция есть. Он поэтому письмо уже обращался. Он уже обратился на горячую линию повторно. Он получил наш ответ, его наш ответ не удовлетворил. Ну, мы повторяем тот же самый ответ, мы не влияем на ситуацию, которая касается питания. В один в санаториях 10 сказали, в других сказали 60, хуяльники установили 60, где-то 70. В Белгород-Днестровском на заседании рабочей группы по вопросам социальной поддержки граждан, что переехали из Донецкой и Луганской областей, рассмотрели заявления и жалобы. Члены рабочей группы сверяют информацию о перемещении переселенцев, а также принимают решения о подтверждении статуса переселенца и назначении социальной помощи. Вот 7 заявлений, 7 горячих линий от переселенцев, 70 гривен в сутки. Значит, кроме того, заявители утверждают о том, что руководство санатория говорит о том, что будет отключено электроэнерфон. Они уже отключили, они отключили в комнатах, где живут. Прекращено питание. Они отключили в комнатах электрической розетки и тоже есть обращение по поводу того, что они бы хотели готовить, но, извините, не было бы готовить. Место для приготовления пищи. Значит, ответы готовим, что это не входит в нашу компетенцию. Рекомендуем обратиться к руководителям здравниц, либо искать другие пути, другие возможности, потому что бесплатно кормить уже вряд ли кто-то их сможет. Нет такой возможности у санатория. Долги, которые собрались, они не погашены. Переселенцы просили восстановить бесплатное проживание и питание, но им отказали. На данный момент у городских властей нет такой возможности. Выхода у людей нет. Надо платить. Ирина Паил, Виталий Солодухин, Бесарабе ТВ.